Новую неделю евро начал скачком вверх, но уже в течение азиатской сессии закрыл окно, откатившись к уровню поддержки на 1.3330. Здесь пара на некоторое время завязла в диапазоне, однако сильная официальная статистика по производственной активности Китая несколько активизировала рынок и усилила спрос на единую валюту. Курс пары резко пошел вверх, однако на уровне 1.3380 был остановлен в очередной раз, не сумев пройти двухмесячный уровень сопротивления. Поводом для изменения ценовой динамики послужили негативные экономические данные, опубликованные в статистике еврозоны. Производственная активность в регионе снизилась до трехмесячного минимума, зарегистрировав падение показателя восьмой раз подряд. Оставка безработицы в феврале превысила четырехлетний максимум, поскольку компании в Европе повсеместно сокращают рабочие места в попытке выстоять в условиях кризиса. Рынок отреагировал на эти публикации агрессивными продажами евро, курс которого спикировал к минимальному уровню на отметке 1.3278. На американской сессии мрачные настроения несколько развеялись. Выход сильных данных по деловой активности в США вслед за резким ростом активности в Китае вновь вселил уверенность в рост мировой экономики и пробудил интерес к покупкам высокодоходных активов. На этом фоне быкам по евро удалось частично восстановить потери и зафиксировать закрытие торгов в середине дневного диапазона. На торгах во вторник ожидаем новую попытку пары протестировать уровень сопротивления 1.3376 и, если удастся его пробить, продолжить подъем курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.3428 и, возможно, к 1.3486, после чего последует снижение пары к целевым уровням 1.3326, 1.3274, 1.3232 и 1.3150. Однако, если попытка пробиться выше уровня 1.3376 вновь окажется неудачной, снижение пары к вышеназванным целям возобновится от этого уровня.